Яндекс.Дзен опять попытался рассказать всем, что такое контентный спам, и никто опять ничего не понял. Хотя одно теперь всё-таки стало очевидным, что авторы каналов, которые любят писать про бабок, коллекторов, там, заловок, зетей, котиков, которых нужно спасать, и собачек, которых нужно спасать, они теперь не смогут много зарабатывать, а точнее, вообще не смогут зарабатывать. В итоге Дзен на своём понедельнике поведал нам, какие каналы он хочет видеть в своей ленте. А это Кретов, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, поехали! Так-то у меня много знакомых, которые любят писать про всякие жизненные истории, про то, как муж бросил там с детьми, ну что-то такое. Так вот, судя по уверенной речи Александра Соболя, который там, по-моему, глава техподдержки, выступал на Дзен понедельнике, рассказывал про контентный спам, им теперь придётся не сладко. Кто не смотрел Дзен понедельник, то кратко он говорил о том, что проблема контентного спама на Яндекс.Дзене в принципе решена. Остаются некоторые каналы, которые ещё где-то там в тени и что-то пытаются мутить, но в целом такой проблемы и нет больше. То есть каналы они эти банить не будут, но контентный спам будет показываться только подписчикам таких каналов, а у таких каналов обычно нет подписчиков. Короче, если ваш канал состоит из выдуманных историй из жизни, не просто истории из жизни, где вы там свои фотографии какие-то размещаете, рассказываете, что у вас произошло. Если это канал из выдуманных историй, ключевое слово выдуманных, выдуманных историй из жизни, то, блин, ну скорее всего в скором времени вас не забанят, ладно. Будут показывать ваши статьи только вашим подписчикам, что равноценно тому, что вас забанили. Потому что каналы с контентным спамом живут только за счёт новых посетителей. Почему так происходит? Ну для начала нужно разобраться, что же такое контентный спам и для каких авторов представляют опасность алгоритмы Дзена. Ну так вот, грубо говоря, по словам Дзена, опять же, если вы нашли на своём канале какую-нибудь интересную статью, которую люди дочитывают, например, про то, как кошку сняли из дерева. Это их пример, кстати. И увидели, что, блин, она набрала там сотни тысяч дочитываний. Классно. Давай-ка я напишу про то, как собаку вытащили из мусоропровода, про то, как другую собаку там отвезли к ветеринару. И то есть начинается копирование одной и той же статьи, только там вместо собаки кошка, потом попугай, не знаю, или там дикобраз. И канал начинает эксплуатировать одну и ту же идею, просто менять там действующие лица. Или там, допустим, муж выгнал с двумя детьми, потом начинается там свекровь сказала, чтобы я убиралась, там неблагодарные дети выселили из дома. И вот такая передача Андрея Малахова, когда автор выдумывает на ходу какие-то идеи, выдуманные истории из жизни, там, может быть, это даже какие-то будут советы, там, рецепт шарлотки они приводят в качестве примера, который перепечатывается там много-много раз. Товары с Алиэкспресса, или там, за что не любят русских туристов в Турции, за что не любят русских туристов в Америке, или там, русские туристы опозорились в Грузии. И вот какая-то такая тема, близкая к желтизне, либо сама уже являющаяся по себе желтизной, она будет показываться только подписчикам этих каналов. Короче, писать выдуманные истории из жизни больше нет никакого смысла. При этом, конечно, на грани окажутся и каналы, которые из своей жизни, то есть автор со своей жизни пишет какие-то реальные истории. Тут можно что-нибудь там переборщить, и тебя также ограничат в показах. Потом ищи, удаляй. Каналом с Нирваной в этом плане хорошо, потому что у них есть такие предупреждения, где видно, что вам вынесено тогда-то, тогда-то предупреждение, или там, такое-то предупреждение. А у обычных пользователей пока этого нет. У меня у самого ограничили несколько каналов за контентный спам, причем один из каналов, там, реальные истории были, то есть из моей жизни, как я знакомился с девушками, ходил. И, в принципе, идея-то была одна, что я подхожу, знакомлюсь, там, по-другому чуть-чуть знакомлюсь. Но не все статьи были такие, но вот канал из-за этого попал под пессимизацию. Контентный спам. Причем они на своем Дзен-понедельнике высказали такую идею, это был камень в огород тех, кого забанили за контентный спам, что... Да это даже не Дзен-понедельник, это журнал Яндекс.Дзена. Не суть. Так вот, они там написали, что заметили, что авторы каналов, которые постят контентный спам, не восстанавливают эти каналы, а просто забивают и заводят новый. Я постоянно забиваю и завожу новый. Просто потому, что не хочу удалять свои статьи, это мои статьи, они там лежат, вот они лежат и пусть лежат. Многие из них даже скопировали, украли, и если я сейчас их удалю, то первоисточник будет где-то там в интернете. Какой-то там левый канал, а не мой канал. Я, в принципе, думаю, что один из каналов я все-таки восстановлю. Ну, мне интересно, как это происходит, плюс запишу на видео, покажу, конечно, вам. Но проблема правил по контентному спаму не в каналах, которые постят выдуманные жизненные истории. Там-то все понятно, как бы, желтуха, ее сразу видно, можно там, ну, пусть не банить, может быть, ограничивать. Ладно, никаких вопросов нет. Но часто под эти ограничения попадают каналы, которые нормальные, нормальные каналы. А он там, может быть, как я, написал пару историй про то, что знакомился с девушками, алгоритм, понял это как контентный спам, и, блин, ограничил человека. Вот мне теперь знакомство с какой девушкой удалять? Там три истории таких. Вот, допустим, две удалю, одну оставлю. Две обидятся, одна останется. Потом сами пойдете им объяснять, что это алгоритм так решил. С другой стороны, я, конечно, поддерживаю ограничение контентного спама, потому что, если платформу завалят всякие истории про бабок и коллекторов... Бабка и коллектор, это, на самом деле, моя статья, которую я, когда только начал на Дзене писать, опубликовал, и она набрала там 80 тысяч дочитываний. Я постоянно как контентный спам ее привожу. Ну, это, ладно, это реально был контентный спам, я тут не спорю. Ну, так вот, если такие статьи завалят весь Яндекс.Дзен, то, естественно, там нормальным авторам будет не пробиться, потому что их статьи меньше будут кликать. Это очевидно, что вот такая желтуха, она более кликабельная, и нормальным авторам будет доставаться меньше трафика. То есть, контент, который склепан на коленке, там быстренько написал, я бабку и коллектор там буквально минут за 20 накатал. Вот эта вот расстроенная бабушка фотография, вставил ее, все, 80 тысяч дочитываний там, ай да, пошел. И вот из-за таких, как я в тот момент, сейчас-то я исправился, конечно, из-за таких, как я, нормальные авторы не получали свой кусок там пирога или чего там, копеечка не падала. Сейчас я уже не пишу контентный спам, хотя выдуманные истории все еще пробую писать. Они у меня очень длинные, картинок там нет практически, там для иллюстрации одну ставлю. Вот эти вот длинные истории, я не знаю, расценит их Дзен как контентный спам или не расценит, это на одном из моих каналов. Там даже пока монетизации нет, я просто вот ради эксперимента смотрю, будут ли выдуманные длинные истории считаться контентным спамом для Дзена. Но помимо всего этого, Дзен еще рассказал, какие он хочет статьи видеть в своей ленте публикаций и чего он хочет от авторов, чтобы как они писали, как все хорошо было, описал это. Во-первых, никакого рерайта. Дзен не хочет видеть на своей платформе каналы, которые берут из интернета чьи-то статьи и перемалывают их и выдают за свои. Короче, как пишет сам Дзен, нам не нужна копия интернета на своей платформе. Во-вторых, Дзену нужно больше уникальных фоток, то есть фотки должны быть сделаны вами. Либо сами идете, фотографируете, либо фотографии, которые до этого нигде не публиковались. Это будет большим-большим плюсом для вашего канала. Ну и в-третьих, писать нужно на тему, в которой вы очень хорошо разбираетесь. Эксперт, либо понимаете в чем-то. То есть, грубо говоря, эти статьи должны быть полезны для вашего читателя. Но это все, конечно, не обязательно. Просто соблюдая эти правила, вы больше шансов у вас попасть в рекомендации Дзена. А так, пишите хоть про котиков, хоть не знаю там про автомобили, про летающие тарелки. Все, что душе угодно. Берите изображения, которые со свободной лицензией распространяются. Или делайте свои изображения. Главное в погоне за читателями не нарушать эти правила, которые довольно абстрактные. Иначе вас пессимизируют. И все, и прощай заработок. Придется ходить каждый день на работу. Хотя я вот не знаю, хоть кто-нибудь зарабатывает на Дзене столько, чтобы не ходить больше на работу. Нет, я не спорю. Есть авторы, которые там и по 100 тысяч в месяц зашибают. Но это один месяц. А потом в следующий месяц у них доход падает до 10 тысяч в месяц. Я сам вон получал когда-то 25 тысяч в месяц. Потом бам, у меня там подзабил на все статьи. Доход упал там до 7 с половиной тысяч. И как я вам обещал, в августе я провожу эксперимент, что если писать каждый день статьи. Причем писал я на несколько каналов. Вот эксперимент подходит к концу. И ближайшее видео, следующее или через одно, я как раз выпущу о том, сколько удалось заработать за месяц. Напоследок хотелось бы обратиться к самому Яндекс.Дзену. Возможно, кто-то из вас меня смотрит. Во-первых, чего вы все там такие серьезные на своем Дзен-понедельнике? Причем все не только сотрудники Яндекса, но и авторы, которые туда приходят. Сотрудники Дзена, ладно, у них там деньги большие крутятся со своим Дзеном. Рекламодатели сливают бюджет. Яндекс Дзен их отрабатывает, размещает рекламу авторов. Суммы там при аудитории 49 миллионов довольно немаленькие. Но авторы, которым дают микрофон, берут его и говорят Иван Иванович Пупкин, канал «Жизнь и удивительные приключения». Выглядит уж слишком пафосно, вы уж меня простите. Это ради чего? Ради того, чтобы показать, что у вас есть какой-то канал? Или думаете, кто-то будет искать его в поиске и подписываться на него? Да нет, не будет. Да и у большинства авторов, которые там присутствуют, читателей и доход не такой большой. Ну ладно, опять я к авторам перешел, отошел от темы. Хотел-то я обратиться к Яндекс.Дзену. Яндекс.Дзен, на мой взгляд, какие-то жесткие ограничения творчества, они никогда не приведут ни к чему хорошему. Поэтому нужно думать не как ограничить как-то творчество писателя, а наоборот, как поощрять авторов, которые делают хороший контент. Я в принципе не спорю, вы идете в этом направлении. На мой взгляд, только не нужно было убирать монетизацию контентных спамеров, потому что, ну, что там подписчики у них там, 10, сколько, 500 человек даже, если у них есть. Сколько им за это заплатят за 500 человек? Копейки? При этом вы пытаетесь как-то заставить людей читать качественные статьи, а люди все равно хотят читать желтуху. И никуда от этого не деться. Они вот как хотели читать желтуху, так они и будут ее читать. Не найдут ее на вашей платформе, пойдут на другую. А в целом, по моему мнению, вы молодцы, идете в верном направлении, хотя иногда немного жестите. Иногда не немного жестите, иногда прям нормально жестите. Но без этого, увы, никуда. Ну, собственно, все у меня на этом. Надеюсь, вам было полезно, ну или хотя бы интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, ставьте нравится, еще увидимся. Спасибо. Спасибо.